Нарушителей спокойствия в 18 микрорайоне сейчас разыскивают сотрудники полиции и жители Ангарска. Там неизвестны за неделю отравили более 10 собак. Действительно ли смерть домашних питомцев это дело рук злоумышленников, расскажет Даниил Седов. Собрание соседей дома в 18 микрорайоне Ангарска не случайно. На этом самом месте, по мнению людей, произошло преступление. Накануне вечером местная жительница вышла на прогулку со своей собакой. Все было как всегда. Питомец с интересом обнюхивал окрестности, в том числе и странный белый порошок на земле. Что это за вещество неизвестно, однако дома собаке стало плохо, начались судороги. Я быстро сориентировалась, увезла его в ветеринарию. Там он у меня скончался. 100% нам не сказали, что это отравление, потому что, видимо, это первый был такой случай. Но в 18 микрорайоне это уже не первая трагедия. Всего за одну неделю более чем у 10 человек скончались домашние питомцы. У всех этих эпизодов один и тот же сценарий. Прогулка, возвращение домой, судороги и мучительная смерть. Поэтому местные жители уверены, что в микрорайоне орудуют докхантеры. Они раскидывают яд по дворам. Собачники начали звонить, и как это случилось, потом у нас началось между собой общение. Оказалось, что у одного собака погибло, у другого третья. Это как снежный ком стало нарастать. И наше предположение, что либо это кто-то целенаправленно раскидывает вот эти противотуберкулезные какие-то таблетки, которые очень сильно опасны для собак и для животных. Ну, либо это какая-то станция, травили крыс по подвалам. Что за подозрительный белый порошок, рассыпан на земле в ангарских дворах, только предстоит выяснить самое странное и удивительное в этой истории, что от рук неизвестных страдают домашние животные. А докхантеры чаще всего вымещают свою злобу на бездомных собаках. Но даже этому есть объяснение. Дело в том, что в городе нефтехимиков численность беспризорных четвероногих резко сократилась. За счет работы волонтеров. Получается, что если нынешние смерти животных – дело рук злоумышленников, то, возможно, в этих действиях есть какие-то личные мотивы. У нас по району прецедентов для такого агрессивного отношения именно к бездомным, не к бездомным, а к домашним животным, не было прецедентов. То есть тут дело рук, к сожалению, видимо, конкретного недоброжелателя, у которого, может быть, с кем-то произошел конфликт. Да, к сожалению, такое бывает. Все мы по-разному реагируем. У кого-то травма была на собак, еще что-либо. Но это не повод. Это не повод, потому что сейчас есть статья. Причем статья уголовная, которая предусматривает лишение свободы сроком на 5 лет. Сейчас полиция Ангарска ищет подозреваемых. Если на злоумышленников удастся выйти и найти состав преступления, дело будет заведено. Данил Седов, Новости по будням.